Ну да, ты тут, а да всё там... Всё пишется, и я не знаю, может быть, придётся перезаписывать, но ладно. Привет, это второй выпуск Внезапно подкаста про стендап. Очень большие перемены в составе. Мы с Русланом решили, что мы достигли максимума как коллектив, и решили начать сольные карьеры. Но мне очень повезло, потому что у меня есть новый соведущий, и это очень крутое приобретение. Это как если бы московский «Спартак» перешёл в «Футболист». Ну хватит, ну ладно. Ну чуть-чуть ещё давай. Окей, я не знаю, что ещё сказать, просто это Артём Ионов, крутой человек, который подарил всем вам стендап-спешлы, который подарил вам сериал «Луи» на русском. А они всё ещё не знают, кто я такой. Ты хоть расскажи, переводчик. Тот человек, который делает сабы. Не который написал для Луи его сериал, а который переводит и делает сабы для... Да, на самом деле, но мы ещё пока что сейчас об этом не сообщаем. Мы это всё потом, вот на следующем, может, Эмми, он меня там объявит, да. Ну будем верить. Короче, Артём Ионов, это очень круто. Я очень взволнован тем, что у меня есть такой соведущий. Ну хватит, слушай, что это такое? У кого из нас будет паблик на 25 тысяч, или сколько там у тебя? У кого из нас твиттер на... В мире СММ-чиков это звучит позорно. Да? Да. У меня 148, и я держусь, поэтому, знаешь... Ну, это... Сейчас после этого... Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем слушающим, потому что мы не в эфире, да. И, кстати, ещё одно сообщение. Это не лагает у вас там YouTube, или где вы слушаете. У вас не запинается аудио-система. Это просто я так разговариваю. Это не баг, а фича, как говорят... Кстати, себе кто-то говорит, какие-то эти разработчики, да? Я не знаю, я никогда не слышал это вживую. Да? Не баг, а фича, ну вот. Окей, как дела, Артём? Давно хотел тебя расспросить... Ещё с первого выпуска хотел тебя расспросить про твою работу. Ну, в смысле, про твою работу как переводчика. У нас тогда возник... Я помню, да. Да, моральный вопрос о том, правильно ли вы делаете, что переводите западный стендап, и не обошляете Джимми Кару. О, кстати, да, это очень хороший вопрос, Денис. Отличный вопрос. Я, кстати, думал тебе и всем слушающим, и всем тем, кто делает стендап в России, просто сказать, ну, как бы, сори, блин, извините за то, что мы... Ну, я просто не так давно, я только понял, что мы для вас, наверное, сделали проблему, потому что теперь в России те, кто идут на стендап, они вас слышат и сравнивают вас с тем стендапом, которых они знают и слышали, а это Луи Си Кей, Джим Джеффрис, там, Стэн Хоуп, не знаю, Кар тот же, и кто еще, вот. И я недавно задумался, что это тяжко, то есть в том плане, что вас теперь с ними сравнивают, вот. Поэтому я недавно задумался на тему того, а не попортили ли мы вам все, потому что, а что, если бы стендап пришел в Россию без того, как лет, ну, сколько уже лет-то, блин, все это перевозят в сеть, ну, лет семь уже, да, там бы сначала все это дело пошло с Карлина, скорее всего, если бы зритель не видел самый классный стендап в мире? Слушай, ну, наверное, было бы сложнее вообще всем, потому что даже в Comedy Club Production, где, собственно, делается почти весь русский стендап, там смотрят в стендап в вашем переводе, читают вашу группу, то есть был случай, когда... Я работал чуть-чуть в Comedy Club Production, 4 месяца или 5, и был случай, когда Руслан Белый вбежал с телефоном и начал всем показывать видос, где Билл Бер уничтожает там публику в каком-то городе, я не помню, где он 15 минут уничтожает людей в зале. Я сейчас такой не помню, но это все, наверное, было, да. И он дико смеялся, и для меня стало это прикольным, что вот вы делаете это, ну, наверное, не задумываясь об этом, а вас... Нет, ну, мы так-то знаем, в группе у нас есть члены шоу стендап на ТНТ, ну, то есть мы знаем, что в группе состоят люди такие, а уж коли они состоят, то, наверное, они там что-то и смотрят. Да. Да, ну, и, кстати, для тех, кто слушает, мы сейчас говорим о группе All Stand Up в ВКонтакте, wiki.com slash all stand up, для тех, кто слушает. Вот. И да, то есть мы, конечно, знаем, что там они есть, но мы не то, чтобы мы как бы много с Белым или с кем-то еще беседовали. Вот. А по поводу того, собственно, что ты у меня спросил-то? Мы что-то скоро... Не мусит ли вас совесть, как бы как вы относитесь к тому, что с ваших переводов вы берете за это деньги? Я это абсолютно уважаю, но... Вы не делитесь... Есть вопрос такой. Мы сейчас переводим практически все, что мы переводим, мы переводим то, что в России никак не посмотреть. Ну, сейчас, как это объяснить? Ну, вот, допустим, вот из того, что недавно было, это Бо Берном, естественно, да? Бо Берном бомбанул так, что у нас в группе там на тысячи трехи людей стало побольше за день-два. Бо Берном спешл вышел на это, естественно, это на Нетфликсе. Он в России сейчас уже доступен. То есть, есть, как бы, законный способ, чтобы глянуть спешл Бо Бернома в России, но там нету его на русском. Там сабы, или же их английские, там, по-моему, на финском, и какие-то еще. Нет сабов на русском. Но есть способ глянуть спешл. Вот. Поэтому тот факт, что мы записали из него видео и слили в сеть, конечно, это не очень хорошо. Вот. Но я знаю двух людей, помимо, ну, я сам, и буквально еще двое знакомых, которые в России живут, и за Нетфликс, это раз в месяц, как бы дают энну сумму денег. Потому что для российского зрителя он стоит дорого. Там цены в долларах, и немаленькие. То есть, для нас это сейчас... Да, типа 8 долларов, да, за месяц. Нормальный. Там по три тарифа. От 8 до 10. Ну, 8. Значит, 8 для большинства людей. Нет, нет, нет. Я тебе соврал. По-моему, 9, 10 и 12, что ли. Да, вот так. Еще хуже. Я не помню. Я не помню. Я плачу, но не помню. Вот как я зажрался. Ну, ладно. У меня об этом. Ну, вот. То есть, вот этот спешл ты хоть как-то в России глянуть можешь. Если мы говорим о спешле Брэда Уильямса, ну, вот, тот, который, это, ростом невысокий, его спешлы выходили на шоу-тайм, и шоу-тайм в России никак не достать. Даже не через какие-то сайты для, там, ну, каких-то способов, ну, что ты как из США, все равно тебе этот спешл никак в России не задыкать. Никак. Вот. И в данном случае как-то совесть особо и не мучает, вот, если честно. Но я знаю, что с Дарой о Бриеном, он же был у нас вот в Москве года сколько, года два назад, да, по-моему? Да, где-то так. Или больше уже. Ладно, я жил уже в Москве, но что-то не пошел. Вот жаль. Вот я тоже, я не жил там и не пошел. Он знает вот о том, что в России все его спешлы есть, но не так как надо. Он, конечно, не ошибка вроде этим доволен, но, с другой стороны, нету никакой альтернативы. То есть, никому нафиг не надо как-то пытаться в России продавать спешлы или на чем-то без какого-либо этого перевода, потому что это стоило бы дорого, а ЦА, ну, человек сто. Но, знаешь, что я думаю? Я думаю, что, может быть, через несколько-то лет этот Netflix, может быть, станут делать сабы в Netflix для стендапа. Вот. И в таком случае им бы надо нанять нас. Естественно. на данный момент там есть какие-то сабы для фильмов и для телесериалов. Там есть как сабы, так и, собственно, звук. Для стендапа нету. Я там есть на этом сайте. Там нету на русском стендапа совсем. И, следовательно, а, и сам факт даже, что к нам в Россию приезжали, кто у нас приезжал? Дара, Дилан Моран приезжал, и этот, Изов приезжал раза сколько? Уже раза 4-3. Вот. Ведь же, как они к нам смогли приехать? В России есть хоть сколько-то людей, которые рады и готовы дать денег и на них глянуть вживую. А как они знают о них? Скорее всего, через тех, кто это все выложил, кто сделал сабы и так далее. Вот. Поэтому это такая сложная тема, на самом деле. Самый классный это был бы способ, если у нас в России бы как-то стендап вот с запада бы приходил с закона, будь там через Netflix или на дисках, да, или как-то еще в переводе от людей, знающих стендап, потому что, вот, кстати, для перевода стендап-комедии, как я считаю, знать один лишь английский это мало. То есть надо, блин, иметь хоть какое-то чувство юмора самому. Я так считаю... Не знать по культуру американскую, как минимум. Потому что... Ну, это само собой, да, это даже не обсуждается. Допустим, если взять стендап у Билла Мара, весь его стендап это о политике, да, о республиканцах, о демократах, нам это вообще непонятно, ну, тем, кто, блин, за всей этой темой не следит. Поэтому я все-таки жду и надеюсь, что вот они как-то это сделают сами, вот, но, скорее всего, нет. Вот, поэтому... И плюс мы в группе, мы как-то обычно пишем, что спешл есть на Netflix и так далее, но, как бы, естественно, мало тех, кто готов, а, за такие деньги давать, а, б, тут же надо знать еще английский. Вот в чем дело. Поэтому я не знаю, как я на твой вопрос ответил, но вот как-то так. Ну, довольно полно, как минимум. Перейдем к Боберному. К Боберному, давай. Потому что, что еще обсуждать, если мы делаем подкаст про Стендап? Естественно. Ты говорил, что он вас бомбанул в группе, да? Да, но Бо, Бо у нас, в принципе, популярен. Бо популярен, и спешл ждали уже давно. То есть, у нас в группе там писали, а когда Бо, мы писали, это, как запись, вот данный спешл он записал в декабре. И с декабря нам пишут, а Бо, Бо, а что там с Бо рано еще? Нет, почему, как ты думаешь, он так популярен? То есть, не самый очевидный выбор комиков. Бо шикарен. Бо охренителен, вы простите меня. Бо просто обалденен. Вот поэтому он и популярен. Он не похож на, это даже не совсем стендап в каком-то плане. То есть, это часть стендап, часть, да, что-то другое. Вот, поэтому, и Бо, да, Бо у нас в группе бомбанул. Ну и плюс это Дима Какабадзе, я просто должен уплянуть, это саббай для Бо Бернома, что для предыдущего спешла, тот, который этот, вот, или же что, и для вот этого делал это Дима Какабадзе, он сделал саббай что-то, спешл вышел на Нетфликс в пятницу, в пятницу, мы записали видео, где-то в пятницу, там уже, в ночь, ну, то есть, он сделал саббы за день, что ли, или за два, все шоу, вот, и, как бы, и он мне саббы скинул в ночь, где-то на понедельник, я это все глянул, там, мы это все сделали, все как надо, и в понедельник мы его уже у себя в группе разместили, то есть, за дня два, вот, вот, вот это тоже, ну, как бы, ну, в плюс, ну, к тому, что все те, кто жаждали Бо, все шли к нам, вот, у Бо еще к тому же, ну, скажем так, есть такие вещи, как каламбуры, и так далее, это тоже проблема, ну, это, в принципе, то же самое, что и у Кара, вот, у Джимми Кара, вот, делать саббай для Джимми Кара, это проблема, это беда, я делал для Кара, где-то лет пять уже были назад, вот, и, если честно, я побаиваюсь выглядываться в те старые саббы, я бы не полез сейчас их как-то читать, вот, потому что там, наверное, стопудово сделано что-то странное. Ну, у меня есть ощущение, что можно просто смотреть только старые спешлы Джимми Кара, и ничего нового, как бы, ты все равно не поймешь, потому что... кто-то шутит про Джимми Кара, Ну, потому что я пытался смотреть новый концерт, и у меня было ощущение, что я смотрю старые шутки Джимми Кара, просто для Нетфликса записанные. Ну, по поводу Джимми, я не понимаю, если честно, как он у нас так популярен в России. Кара у нас очень популярен, вот, мне кажется, он сам не знает, чего его ждет в России. Он, кстати, не так давно, он был в туре, а, нет, как давно, он и сейчас все еще, он сейчас бы поехал с туром по США, он в туре были, был в туре вот и по Европе, то есть он был в Латвии, в Эстонии, ну, вот, в той части. Ну, то есть практически прям уже бы рядом с нами, но, а, не, ладно. И вот он бы, наверное, обалдел от того, как его у нас знают, ну, и как у нас его, так, облюбятся. Ну, это вот для меня тоже такая загадка. Да, не, ну, на самом деле, ничего такого странного. Здесь, скорее, проблема, здесь, скорее всего, проблема, ну, это уже я считаю, проблема в том, что часть тех, кто такие, о, я тоже в стендап пойду, и выходят на сцену, и пытаются шутить как кар. То есть, не в смысле, что, ну, что, это, это, не умеют шутить, а в том плане, что на те же темы. Ну, да, это довольно странно, когда 15-летний человек выходит. Совсем, совсем у нас политический зал не готов к шуткам, вот на такие темы. Ну, или хоть не сходу, хоть как-то по, как-то надо помягче. И вот это все к той же теме, как в России стендап развивается, ну, учитывая то, что столько лет, да, влияние к западному стендапу из США, из UK, вот, и теперь вот это все у нас как-то появляется. Я вот, естественно, я не уверен, что у нас стендап станет такой, как бы, силой, как и в США. Вот я как думал, что раньше, ну, вот может там, ну, лет пять пройдет, и у нас станет как в США, то есть по всей стране станут как бы бары, ну, с стендап, как бы, да, тематикой и так далее. Я что-то, как-то я так уже не думаю. Вот, как ты думаешь? Спасибо, что спросил. Я же соведущий. Ну, это, посмотри, в США в чем дело, ну, я как бы много читаю на эту тему и все такое. В США есть этот стендап-клуб, там даже в городе на тысяч двадцать человек. То есть маленький город где-нибудь в Алабаме, а есть клуб, и там есть, блин, человек пять-десять, которые как-то делают стендап и так далее. Вот. Ну, я, допустим, живу в Самаре, здесь у нас миллион с чем-то там, не знаю, да, и у нас вроде, вот у нас, по-моему, был какой-то бар, типа, для стендапа, вроде бы, вот, кстати, я, наверное, сейчас это, я навру. Это мы, наверное, с тобой. Нет, он даже как раз был первый в России стендап-клуб, вот, как раз он вас открыл. В Москве есть, да, вот есть у нас, вот, да, вот у нас есть один в Москве, и, в принципе, все, да, скорее всего. Ну, вот у вас был, я не знаю, какая его судьба. Вот я, все боюсь, что я сейчас навру, просто я не хотел бы так сесть во подкасты и что-то наврать, а сейчас на Ютубе мне сейчас писать будут. Вообще-то, он не прав. Ну, вот, я имею в виду, по-моему, был и закрылся практически сразу, ну, потому что не сработало. И в Самаре у нас, наверное, ну, человек 20, может, это делают, или даже меньше. Я был в том, был в том году, вот, на нашем стендапе, где-то раза два, вот, и все, на здоровенный город, да. То есть, ну, тут, конечно, как бы жанр еще в России не так, как бы, знаменит, но он есть уже в телеке. Тут еще проблема, наверное, в том, что в США, как бы, стендап шел снизу вверх. То есть, стендап как жанр, он как бы появился, вот, в барах, да, вот, в клубах, вот, как-то было, да, что кто-то встал на сцену и такой, знаете, чего меня бесит? Вот у вас тоже так было, да, и все такие, ха-ха, он что-то прикольный. И стендап стал жанром, и уже снизу он попал в телевизор, да, в кино и так далее. У нас наоборот, да? Да, у нас он пришел больше с телевизора, то есть, как бы, есть много жалоб о том, что шоу стендап на ТНТ называется стендап, то есть, многие упрекают в отсутствии креативности продюсеров, но я считаю, что это... Я, я, не согласен, да, я считаю, с какой-то стороны, мне кажется, это правильно, потому что у нас, как только мы не знаем, что такое стендап, а тут шоу стендап, и когда человек услышит, а, стендап, это как на ТНТ, вот ты когда стоишь и шучишь, а, ну я понял. Ну, в США стендап появился с 50-х, блин, годов, ну, вот в той, как бы, в той, как бы, стадии, что вот мы его знаем сейчас, то есть, там целое, это целый уже мир, вот, у нас, что такое стендап, это только-только, вроде бы, становится, и вот оно в телек попало, не так, блин, давно, вот, но мне кажется, проблема в том, что это все пошло как наоборот, не сверху вниз, ой, не снизу вверх, а сверху вниз, вот. Да, это сложная проблема, потому что у нас сейчас, как и с КВНом это было, то есть, телеэфиры, они определяют то, каким будет стендап, либо КВН, там, в течение пары лет в регионах, то есть, люди смотрят, как надо делать, что приносит успех, что тебя выводит в телек, и, как бы, имитируют это. А, вот, вот, как бы, комики, которые на ТНТ, они, ну, далеко не глупые люди, далеко не, как сказать, не отсталые, они видят, как делаются на Западе, и хотят делать так же, но они, как и, собственно, молодые комики, упираются в залы, в живых людей, на технических вечеринках, на концертах, и они так же видят этих, иногда, пьяных людей, которые довольно сложно реагируют, если ты затрагиваешь болезненную тему, там, алкоголь, алкоголь нормально, смерти, политики, чужих мамок, и прочего, то есть, это все работает так, что ты выходишь, шутишь про, не знаю, Бога-Путина, это не заходит, и ты это вырезаешь из своего материала. Вот так, кстати, вот, ну, это вся такая тема, я вот на, я вот на эту тему думал много, а, вот, слушай, ты хоть раз, как бы, видел, слышал, что кто-то вот встал на сцену и попытался шутить, там, о политике, вот, о Владимире, Владимировиче, или что-то такое, и как зал, я сейчас не знаю, расскажу ли секрет какой-то или нет, но вот, был на съемках стендапа, вот, сезон, который прошел на ТНТ, и там, не буду говорить у кого, чтобы не навлечь неприятности, да, но была пародия на Рамзана Кадырова, и в зале, к моему удивлению, в зале была истерика, просто этот зал лежал. Вот я так и думаю, кстати, Денис, вот я так и думаю, мне кажется, что у нас бы это бы зашло, но проблема в том, чтобы не зашли бы потом за тобой. Да, то есть, опять же, вот мы зря об этом говорим, но... Ой, ладно, мы на Ютьюбе, слушай, нас сейчас слушают где-то человек семь. Слушай, у меня там тысяча шестьсот подписчиков уже. Это была шутка, Денис, это была шутка. Ладно, прости. Ну, так вот, то есть, это как бы, ну, редкие исключения, опять же, это вот московский зал, который такой, немножко, чуть более искушенный, чуть не желающий более острого юмора. А вот, если выезжаешь, даже из Москвы, там, не знаю, в Жуковский, вот я выступал в Жуковском, и там уже гораздо сложнее реагируют на такие темы. И я, да, да, да. Просто, если ты хочешь, как бы, ну, стабильно выступать во всех залах, там, по всей стране, и стабильно получать хорошую реакцию, получать деньги, не будем об этом забывать, то приходится как-то урезать свой материал до вот, ну, само собой, да, такого вида, чтобы он заходил везде. И, как бы, это все вот такое пока кольцо, которое там вовлекает в себя новых комиков, которые также боятся шутить на сложные темы. И просто нужны герои, которые будут пародировать Кадырова, и пускай это будет пока вырезать из эфира, но когда-нибудь. Я, кстати, я только что, я вспомнил, что я в том году был на стендапе в Самаре, и один из комиков был бит, кстати, вот как раз таки о Кадырове, и вот, блин, я тоже плохо помню о чем, но, по-моему, что-то было про Кадырова, и зал, ну, как зал, там у нас было человек 30-40, может, не знаю, нет, или даже поменьше, и зал так прям похихикал. Я вот только сейчас об этом отвечаю. Странно, что Рамзан Кадыров спасет русский стендап. Да. Ну, вот, это такая проблема еще в том, что не очень ходят, то есть, есть люди, которые там знают западный стендап, и у них позиция, что, а, ну, эти русские лохи, как бы, там, в наше место, я не пойду на них, здесь, кстати, вот, вот я вот на вот эту тему бы присел, потому что я вспомнил, я даже бы готовился на эту тему, это бы разговаривать. Мне кажется, есть такая вещь, как этот, синдром порно, скажем так, и вы сейчас такие, что синдром порно? Ну, вот смотри, ты можешь посматривать порно, да, вот, но, если ты с ним переборщишь, скажем так, и привыкнешь, скажем так, к тому, что показывают там, и потом, рано или поздно, дело дойдет до, так сказать, жизни, да, с женщиной, так сказать, дома, потому что все были родители на даче, да, и ты себя можешь найти в ситуации, когда, скажем так, не все пойдет так, как надо, а в связи с чем? Потому что ты насмотрелся на то, как это делают профессионалы, лучшие в мире, понимаешь? Так, как делают там, в жизни сложно делать. У нас нету, как бы, силы столько в мышцах спины и так далее, чтобы делать так, как там. Я к тому, что те, кто смотрят, я не говорю, что не надо, там, этого Сикея присмотреть, Джеффриса, Стэнхопа, Карра, или кто там ваш самый любимый, да, но если ты лет пять смотришь самых-самых-самых и потом такой решаешь, слушай, а схожу-ка я вот, да, в Сызране, вот, в своей, да, на какой-нибудь майк, ничего плохого сейчас я не говорю о Сызране, но просто, да, и ты приходишь, и там стоят просто ребята и как-то шутят, да, но не так эффектно, как какой-то комик, да, и так как это, ну, как бы, сильно-сильно похуже, скажем так, чем те, кто делали это лет 10, 20, 30, 40, да, в стране, где стендап уже лет 60, и ты такой, ну, это совсем не то, что я ждал, что ж так плохо-то все в России, ну, и не пойду, я так больше, и все, и не ходят больше, вот, ну, и плюс в России, кстати, это даже, это, по-моему, Толи Моран вроде же сказал, что в России, типа, это хихикует не, не ртом, а это, как были руками, да, а аплодисменты, вот такая проблема есть, кстати, вот я сам был на живом стендапе сколько раз, три, вот, и смеха не так и много, как-то чаще хлопают, особенно в паузах, знаешь, это так странно, ну, да, это либо когда действительно сказано какая-то важная мысль, которая может быть даже не закрыта шуткой, но с которой вот все внутренне согласились, и они хлопают, то есть у меня часто такое бывает, что я доношу какие-то хорошие мысли, но при этом не захожу, и мне хлопают из вежливости. Да, я согласен. Да, то есть они соглашаются, то есть получается какой-то, не знаю, клуб дискуссии, то есть вот... Нет, скорее всего превращается в речь, как будто ты говоришь, в течение 10 лет мы снизим цены на 10%, и все хлопают. Нет, я же шучу, вы смеетесь. Ну, это тоже какая-то такая проблема. В общем, я к тому, что стендап с Запада, это чудно, но стендап... Ну, и ведь же даже, допустим, взять для того же Луи. Луи, мы его же обожаем, ты и я. Он же сколько десятков лет делал это, до того, как он стал тем, кем он стал сейчас. То есть, самое раннее, может быть лет через 10-20 в России появится что-то такое же популярное и сильное, как там СиКей или еще кто-то. То есть, это в России еще только-только появляется. Очень короче, вся идея в том, что ходите на стендап. Да, это очень важная мысль. Кстати, но мы сейчас подошли к другому еще моменту, к еще одному релизу, который у вас был недавно, к концерту Поперечного, который тоже очень сложно... Восприняла публика. Ну, смотри, это на самом деле, это было все приказано. Это все понятно, потому что в группе практически все жаждут СиКея, Джеффрис, Стэнхоп, Кара, я вот уже это раз здесь предприношу. А тут мы взяли и сделали такой репост. Ну, как на эту тему-то сказать, чтобы меня в группе, потом, нет, самое... просто вам, может, он не нравится, да, не смешно, темы мне не нравятся, да, на те, которые он говорит, но вещи из Азиада, это не стендап, это не является стендап-комедией, или там, здесь нету шутки, ни одной шутки за час двадцать, серьезно, ну, правда. Я вот все еще помню из его спешла шутеху, по-моему, блин, про Вангу, где он говорит, а вот знала ли Ванга о том, что, блин, она вот появится на всяких сайтах, да, вы не поверите, что сказала Ванга, да, и он такой, вижу я, что я на сайте спорно, ведь это же шутка, он взял вещь, вполне, Вангу, да, перенес ее в другое явление, и это забавно, вот, ну, а на тему того, что как это приняли в группе, ну, блин, само собой, тут ничего нет такого странного, здесь скорее проблема в том, что в России это дело все юно, то есть даже, как бы, тот же, как бы, Данила, он делает это сколько, ну, года два он со стендапом, или больше, я не знаю, да, ну, это не так, это мало, но за счет того, что он есть на Ютьюбе, есть фанаты, и так далее, он так рано может в тур поехать, да, по всей России, и делать, вот, как бы, и делать вот целый, как бы, такой спешл, да, вот, быть может, как бы, рановато, или не рановато, я вот, честно, посчитаю, нет, я, я вот считаю, что это путь, помимо телека, потому что, вот, мы сейчас уже об этом уже говорили, да, что все в телек, блин, упирается, чтобы делать деньги стендапом, надо попасть в телек, но, чтобы попасть в телек, надо тоже как-то, как-то это сделать, вот, а через вот Ютьюб, через соцсети, через, блин, Инстаграм, да, Твиттер, это еще один способ собрать зал, и тоже делать стендап, вот, поэтому по поводу Данила Поперечного, он, мне честно, даже, он, по-моему, норм, вполне норм, я вот, я вот этот спешл, по-моему, даже глянул весь, и в целом, как бы, мне понравилось, да, это не Сикей, да, это на русском снято, где там, в Москве, я, по-моему, это все снимал, это не западный стендап, это наш, и он еще юн, он только развивается, и мы недавно делали пост, вот, с твоим этим текстом, вот, а белым, там тоже все то же самое, ну, само собой, я сейчас ни в коем случае не говорю, что в группе не смыслят, но это вполне, блин, ожидаемо, потому что практически вся группа у нас, это те, кто смотрят стендап с сабами, да, в переводе, и такие, о, здесь целая группа с таким, и, блин, они делают все новое и новое, а вступлю-ка я, а тут бабац, и что-то с ТНТ, вот, ну, и, кстати, тоже шоу на, вот, шоу стендап на ДНТ, это, мне кажется, чуть ли не самый обалденный стендап, что есть в России, ну, это лучший стендап, потому что, как бы, так много, как они, никто не работает, ну, да, тут, конечно, есть шанс, что где-нибудь в Саратове, в Воронеже, в Питере, не знаю, есть тоже там какой-нибудь парень, или там их штук пять, и, как бы, они тоже классные, но мы их просто не знаем, но из того, что хоть как-то известно, это шоу просто классное, то есть, я вот, я бы хотел, чтобы у нас это все как-то было похоже на Запад, то есть, ну, сейчас вот, насколько я знаю, все те, кто в шоу стендапе на ДНТ, они часть шоу стендапа на ДНТ, то есть, ну, все комики работают на канал, а не на себя, то есть, ну, как это работает все на Западе, ты комик, ты поехал в тур, да, по всей стране, в течение тура ты шутишь, шутишь и шутишь, и ты такой, ну, вот у меня час сделан, да, и потом какой-то этот телеканал, или что-то еще тебе это предлагает, вот, ну, то есть, как бы они тебе предлагают сделать спешл, что это значит, это, как бы комик пополучает какую-то сумму денег, немаленькую, да, этот спешл идет по какому-то из каналов, то есть, для них это, как бы, хайп и это крейтинг, но спешл за комиком, он же там потом, как бы рано или поздно, и комик не работает на тот телеканал, для которого он снял спешл, и он там, как бы, потом в тур дальше, и следующий спешл он уже может снять для другого канала, или как Луи, вот Луи шикарен, да, скажет, ну, у вас всех в жопу, я сам сделаю, ну, он делает через свой сайт, за счет, как бы, ну, за счет своего, как бы, конечно, уже статуса, он, как бы, может сам все делать, я бы хотел, чтобы вот это стало, как бы, так же в России, но, или же это займет сколько-то лет, или, быть может, у нас так это и останется, вот в чем дело. Ну, у нас пока все, да, у нас пока господствует такой командный подход, то есть, там комики, как я их себе отвижу из своего, из своей однушки на краине Москвы, что они, ну, работают, грубо говоря, на себя, то есть, это один комик, которая одна боевая единица, которая там против всего мира едет, и там нарабатывает материал. У нас, что в стендапе на Тенте, это во многом командная работа, то есть, они все друг к другу помогают, они там, вот, какие-то единые команды ездят на гастроли, и в городах, сейчас я закончу, в городах... То есть, они, эти шутехи, они сами, ну, то есть, как бы сами для себя, это как бы пишут, или это райтеры, то есть, все для всех. Нет, они пишут для себя, но есть там условный пул авторов, который там поможет тебе в случае, там, вот затыка. Ага, фу на насчет. Вот, и также есть в городах, то есть, сейчас в городах, как бы организовывают, ну, организовываются такие некие, там, стендап-тусовки, так скажем, которые там делают вечеринки, и они в силу того, что там на город их, там, дай бог, 10 комиков, они, опять же, борются там за внимание зрителей, они все делают вместе, то есть... Странно как-то это все. Ну, как грубо говоря, я уехал из Курска. Я бы наоборот бы, наверное, была бы цель стать самым, блин, смешным из тех, кто рядом, чтобы все шли на меня, и вот как-то так вот. Ну, может быть, так и не делать, но вот просто я уехал из Курска, и там сейчас есть вполне себе такое приличное стендап-движение, или как-то стендап-организация, она там появилась из-за осколков двух команд КВН. Ну, просто они соединены. Как всегда, да. Ну, то есть они были командой, они сейчас так же работают, так же командой, просто играют не номера на троих, а выходят по одному. То есть во многом, наверное, это чуть-чуть мешает, потому что нет какого-то такого культа индивидуальности. У нас нет способа попасть в телек. Вот как вот, потому что на Квзападе это были шоу, ну, сейчас это там Фэллон, Киммил, да, Конан. То есть, если ты как комик, ты, работаешь в городе, ты становишься хоть чуть-чуть популярным, ты становишься заметным каким-то, и потом тебя, есть шанс, что тебя позовут в телек, вот на конь-шоу к Фэллону, да, там чуть-чуть, чтобы ты дал им это, как бы стендапы. Вот. Ты попадаешь к Фэллону, аудиторию на всю страну, и на следующий день ты как-то уже, это, просыпаешься чуть более знаменитым, ну, как чуть-чуть сильнее, вот, как бы, популярным, и ты выходишь на новых уровень, и ты потом уйдешь к спешалу, и если ты делаешь спешал, тут уж, тут уж все хорошо, ты как бы, блин, уже, как бы, стал тем, кем ты хотел стать. Вот. У нас же нету такого вот, ну, как бы, вещи такой. Вот, вот, допустим, что делать, да, ты выступаешь в городе у себя, а дальше что? Ну, как дальше ты попаешься? Дальше выпадать в, собственно, фестиваль, о чем хотел говорить дальше. Это, скоро же фестиваль какой-то, да? Да, фестиваль же начинается, то есть, мы сейчас уже говорим, это уже наступило воскресенье, то есть, завтра наступ, завтра начинается фестиваль, завтра же начинается регистрация, и сразу начинают выступать комики со всей страны. И с фестиваля кого-то в телевизорах там? Да, если я правильно понимаю, да, там будет шоу «Открытый микрофон», то есть, опять же, ТНТ не стало себе изменять в плане названий шоу. Ты их, в принципе, правильно на самом деле делаешь? Ну, да, то есть, они под себя забьют все эти стендап-понятия. Вот, а оттуда, если я правильно понимаю, то выберут там 50 лучших комиков фестиваля, и с ними, да, и с ними снимут а-ля пять выпусков шоу. так же, по-моему, так уже делали, да? ну, делали просто, делали просто эфиры, фестивали, то есть, выступали просто подряд комики. в этот раз будет конкурсная программа, так скажем, то есть, будут тренеры из числа основного состава стендапа, которые там себе наберут команды из комиков. Там будет четыре тренера, Руслан Белый, Юлия Ахмедова. тренеры, а, то есть, вот это странно как-то. Ну, это как, я сейчас не досмотрел сезон Last Comic Standing, я не знаю, как там устроено, но, в общем, если искать аналогию, то, наверное, шоу голос. в той же схеме, да? Да, то есть, они все набирают команды, с которыми будут работать, то есть, это будет Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Кардинов и Слава Комиссаренко. Я не знаю, сколько они комиков выберут, но, я так понимаю, что еще будет два-три этапа, а то и три-четыре этапа, то есть, полуфиналы, финалы, где комики будут выступать, 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 и лучший из них станет резидентом в шоу стендап, а остальные, наверное, просто опять поедут по городам. Резидентом, ох уж это слово в резидент. Ну, это я сказал, я сказал, там нет такой формулировки, это... Ну, да, да, ну, кстати, чудно. Ну, Это радует, что есть какой-то путь, ну, повыше. Я просто помню, что так они уже, по-моему, делали, потому что я помню, мне все говорили, слушай, Тёма, там в стендапе на ТНТ какой-то парень появился, и тоже это, как бы, заикается, и он шутит, и я такой, о, классно, а втихаря про себя думаю, вот блин, ну, это же моя штука. Забил концепт. Посмел, да. Ну, я просто, я бы думаю, что я бы в это дело бы пошел, вот, но я не думаю, что пока, блин, Россия готова к моему таланту, скажем так. Я думаю, что Россия готова ко всему, что будет смешно. Ко всему, что будет смешно, да. да. Comedy Production довольно демократичная относится к талантам, то есть, если человек смешной, они ему ищут применение, и если он там готов ходить к ним с идеями и со своей светлой головой. Просто, как бы, у нас, ну, вот такая сложность, что нужно быть в Москве, что очень многих комиков останавливает, потому что нужно приехать в Москву, найти себе работу. надо, чтобы, как было в США, чтобы по России появлялись какие-то вот эти, ну, какие-то эти клубы для стендапа в первую очередь, и чтобы это как-то все хоть чуть-чуть появлялось в регионах. Потому что сейчас такое есть, но вот в Воронеже там, по-моему, есть прям какая-то тусовочка, вот, ну, вот в Самаре вроде как-то чуть-чуть есть, но по России это здоровое, поэтому это еще, то есть это все, конечно, рано слишком. Ну, пока мы с тобой говорили, я придумал способ поднять стендап, по крайней мере, от столицы. Сейчас мы все решим, ребят. У нас есть интернет-комики, там, условно говоря... Вот, это тоже тема, кстати, интересная, да, да-да-да. Да, есть там, условно говоря, тоже Данила Поперечный, Хованский, прости господи, Ларин, и там еще... Ну, что уж ты так сразу... Мне не нравится, если честно, просто я услышал шутку Майка Бербигли от слова в слово, и я расстроился, да, про волков. Ай-яй-яй. Так вот, даже отбросим мою личную неприязнь кому-то, есть пул комиков, которые собирают реально залы, то есть, чтобы как бы мы там не относились к ним, они это делают. Если бы они, например, как-то поженили свою популярность и какое-то там стендап-движение в столицах, в Питере, в Москве, то есть, условно говоря, открытый микрофон, в конце которого выступает поперечный. Ну да, да, да. То есть, на него бы пришло очень много народу, который бы заодно посмотрел комиков чуть-чуть менее опытных, чуть-чуть менее раскрученных. И то есть, если бы тусовка вот этих андеграундных комиков и тусовка интернет-комиков... Ну как андеграундных, да. это... Если бы они сделали шаг друг на друг... навстречу друг другу, мне кажется, могло что-то бы получиться. Ну, я все-таки жду и верю, что в России это как-то все станет как-то более популярным, более приемлемым, и это дело все попрет, вот. Но это займет, конечно, ни год, ни два, ну то есть, это процесс каталоги, вот. Ну и главное, чтобы он шел сам по себе, потому что не надо стараться, ну вот, как мы с тобой уже сказали, да, что в США он шел снизу вверх, а у нас как-то наоборот. Нам надо, чтобы он на всех этих-ка, левелах был вровень, что ли, и чтобы как-то это все само появилось, вот. Не знаю, как это все появится, вот. Ну и вот плюс, я вот еще думаю на тему того, каким это, капшуткам в России зал не готов, к каким он готов, и вот это все. Я вот на эту тему думаю. Ну опять же, вот тот же Поперечный судит спокойно и про смерть, и там про такие вещи, и его публика более лояльно к этому относится. То есть, есть люди, которые готовы это слушать, просто они вот не ходят на какие-то мероприятия, а на какие-то ходят, и ты лома их перетаскивать из одного в другое. Да, но здесь еще, мне кажется, надо, чтобы вот я допустим в Самаре, ну я в комики не пойду, скорее всего, потому что речь мне не позволит, но допустим, я бы с радостью какой-нибудь открыл бы клуб. Ну, мы сейчас это, уберем тот факт, что на это надо денег много, еще такое, это целый бизнес, а в России сейчас со всем этим я не знаю, как здесь, как все дела обстоят, но я бы с радостью занялся бы вот этим, потому что все комики из США, вот те, как там были, Луи Си Кейт, они говорят, слушай, а ты помнишь, что вот в 75-м году мы были в клубе, и там был, и им, ну, и это все дело ввел тот, тот, как бы, дядечка, и он классный, он нам деньги бы платил, и мы стали бы популярны за счет того, что кто-то был, как бы, это, как бы, готов вот этому уделять время и деньги, в том числе. Да, это важная вещь, что, ну, индустрия комедии, она же, это не только комики. Да, вот, да, это же не только комики, это продюсеры, это всякие бенагенты, и меменеджеры вот этих всяких баров и клубов. Я бы с радостью сделал бы вот такой стендап-клуб, это, под названием Whole Stand-Up, с тем же этим, как бы, этим, как бы, знаком, да, и чтобы как-то вот это все пошло. Это было бы занято. Как бы, дело осталось за малым. Мне осталось найти сколько-то лямов рублей на все это дело, да, и время открыть бизнес. И мне кажется, вот, мне кажется, как бы, блин, уже часть дела сделана, да? Ну, да, как минимум, есть группа ВКонтакте. Это в наше время полдела. Слушай, ну, в общем, надо ложиться спать, потому что я понял, что завтра фестиваль. А, а, так тебе же завтра... Нет, мне завтра особо не участки. Мне нужно завтра снять профайл. Батюшки. То есть, если кто-то смотрит Comedy Battle, там это видели, что нужно снимать видос про себя, про то, как ты готовишься и кто ты вообще. Ух ты. И вот этот момент у меня проседает страшно, потому что у меня есть три минуты. Здравствуйте, я Денис, я шучу в Твиттер, да? И сейчас вот я... Вот, да, ничего лучше пока не придумал. Завтра мне предстоит придумать что-то лучше и снять это на видео. Удачи. Да, все, спасибо, отличный разговор. В общем, надеюсь, что будет, как минимум, выпусков. Обязательно. Но здесь главное, чтобы это все приняли в группу... А, ну ладно. Ну, как минимум, есть мои страницы, где я приму. Удалим, да. Да. В общем, да, со скорого, да. Да, смотрите русский стендап, ходите на русских комиков. Ходите, да, вот это главное. Не забывайте про заработки. В крайнем случае, там есть пиво, в крайнем случае, это дело все происходит в барах, в ресторанах, в крайнем случае, вы можете взять что-то и посидеть. Да, как всегда в России... Не слишком в меру. Как всегда в России всегда можно спиться. В общем, всем спасибо, подписывайтесь на All Stand Up, на вот этот канал, где вы это слушаете, любите друг друга и нас. Да. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok